Проезд Третий Мирный, третьи сутки далек от мира. Местные жители, как они сами шутят, находятся на осадном положении. Тепла нет, батареи холодные. В эту субботу на улице прорвало трубу. С тех пор этот проезд и соседний Четвертый Мирный находятся без блага цивилизации. У меня температура сегодня 12 градусов тепла была. Вот встали утром. Окна все започевшие. У меня муж первой группы инвалид. Одевший, одетый, полностью одетый, лежит, дрожит. Провал до сих пор не огорожен ленточкой, констатируют мужчины. Земля продолжает проседать, в колодце вода. Хоть выходные, они своими силами и сумели ее откачать. Аварийная служба, говорят, была, но через несколько минут уехала. А как быть? Не знаю еще. Вот надеемся на вас, наверное. В Барнаульской теплосетевой компании пояснили, что порыв на Третьем Мирном проезде не единственный. С начала отопительного сезона в городе трубы рвались уже 11 раз. В таких условиях приходится расставлять приоритеты. Аварийная бригада приезжала для определения места работы. То есть это был выходной день, воскресенье. На этот момент у нас были организованы работы на других объектах, которые бросить было нельзя. Потому что там тоже были жители, было много домов. Там повреждения мы устранили. И вот сегодня подошли к устранению этого повреждения. Работа будет также организована на этом объекте круглосуточно, пока не запустим объект. Если порыв окажется простым, его остранят в ближайшие 8 часов, обещают энергетики. Ну а что касается отопительного сезона в целом, в БТСК пояснили. К теплу сейчас подключены все социальные объекты. Поликлиники, детские сады, школы и так далее, запитанные ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. 95% бойлерных запущено в работу. Оставшиеся 5% стоят без дела, потому что управляющие компании жилых домов не подали заявки на подключение. Напомним, такие заявки компании передают энергетикам после устных или письменных жалоб жителей на низкую температуру в квартирах. Алексей Янкин, Александр Антропов, Информационный канал «Город». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!